Размер сертификата для больших семей определяется так. Имеющая в собственности жилая площадь суммируется и делится на каждого члена семьи. Если цифра выходит меньше 18, то недостающие квадратные метры умножаются на 37 400 рублей. Дальше решение принимают семьи. Они могут доплатить свои деньги и купить квартиру, либо продав свою недвижимость и добавив средства сертификата купить жилплощадь с большой квадратурой. На бумаге все выглядит прекрасно, но на деле очень непросто. Многодетная мать Ольга Кириллова ради в 2010 году пятого ребенка решила воспользоваться этой программой. В надежде улучшить свои жилищные условия. Она собрала нужные документы, сдала их и начала ждать. А воз и ныне там. Прошло 10 лет, а Ольга все еще в очереди. На сегодняшний день ее семья возглавляет список очередников по Нижнекамскому району. И тут снова фиаско. Как оказалось, на 2020 год Нижнекамск не получил квоты на выдачу сертификатов по данной программе. Почему же так вышло? За ответом мы обратились в отдел жилищной политики Нижнекамска. Первоочередным правом обладают семьи, имеющие 10 и более детей. На такие семьи определяется определенный размер квоты, которые в неочередном порядке обеспечиваются субсидией. В 2020 году Нижнекамский район не попал в список на обеспечение. Но семьи из Нижнекамского района имеются в резервном списке. Списки формируются, исходя из даты постановки на учет семей. Но семьи из Нижнекамского района имеются в резервном списке. В случае необходимости они будут обеспечены, если из основного списка семьи будут не подпадать или откажутся. Будут актуализированы списки на обеспечение 2021 года. Долгое ожидание своей очереди осложняется тем, что многодетные семьи могут и вовсе лишиться своего права улучшить жилищные условия. В том случае, если взрослеющие дети заводят семью или родят ребенка, то они автоматически лишают родственников воспользоваться действующей программой. На сегодняшний день на учете состоит 42 семьи. За весь период действия программы сертификатами обеспечены только 12. Самое обидное, что за эти годы часть семьи уже потеряли статус многодетных, либо их потеснили в очереди семьи с 10 и более детьми. Вот и Ольга наряду со всеми первая в ряду ожидает своего счастливого дня. Ждали, ждем. Что будет дальше, не знаем. В этом году вообще никому нет жилья. Нам бы, да, в помощь была бы этот сертификат. Помогла бы хотя бы какому-то ребенку обустроиться, например, в другой новой квартире. Хотя бы однокомнатную. Хотя бы одного ребенка мне охота не снимала, чтобы ходила. Действительно, купить дом или квартиру на вторичном рынке не получится. Реализация сертификата возможна только по программе социальной ипотеки через Государственный жилищный фонд. Но есть и хорошая новость. В Нижнекамске уже есть одна четырехкомнатная квартира, которая ожидает своего владельца по данной программе. Дело осталось за малым дождаться, когда все-таки наш район получит квоты на сертификаты. Айслухофизова, Олея Шигапова, Лисан Саитова, Инмидия.